Коктейль из музыки и литературы – сочетание классики жанра и современного искусства. Впервые в Севастополе проект о русских поэтах и писателях, о судьбах книг и их авторов. «Пушкинская гостиная» – так организаторы назвали первый тематический вечер. На сцене литературно-музыкальная композиция по поэме «Полтава». Её участники – артисты МХАТа имени Горького, солисты столичной консерватории и Большого театра. «Пушкин – это основа того русского языка, на котором мы говорим, то и литература, которую мы называем великой, это центр её Александр Сергеевич Пушкин. Поэтому то, что мы начали свои работы на этой замечательной гостеприимной сцене этого города, любимого нами, города, в который мы хотели приехать. И то, что мы выбрали этот великий текст, поэмы «Полтава», конечно, это не случайно». На протяжении всей концертной программы – видеопоказ. На экране – рукописи классика, эскизы и рисунки к произведениям, архивные портреты. Видеоматериал предоставило Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России. Слово, музыка, жанры разные – театральный, вокальный, объединённые вот этим форматом видеопоказа в представлении руководства Бюро. Они как раз должны дать то объёмное представление не только о тексте, но и о личности автора, о историческом контексте, в котором было написано это произведение. Проект «Классика и современность» широко известен в разных регионах страны. В прошлом году он впервые стартовал в Крыму. Тогда со сцены Ялтинского театра имени Чехова зрителям рассказывали о творчестве русских писателей. По словам организаторов, каждая постановка должна вызывать интерес к чтению, и в первую очередь у молодёжи. Мы разработали новую форму работы, которую можно смело назвать театром книги. Но мы знаем, что в настоящее время существуют определённые проблемы чтения. То есть не очень любят читать, не очень любят читать классику, к сожалению. Не очень любят читать какие-то серьёзные глобальные произведения. Поэтому мы решили проводить наши вечера в соединении всего комплекса культурных, исторических явлений, которые возникли вокруг этой книги, вокруг этого писателя. Организаторы проекта уже разрабатывают сценарий литературно-музыкального вечера, посвящённого детской литературе. Провести его планируют в Севастополе в 2016 году. Анастасия Синица, Даниил Паршин, информационный канал Севастополя.